К тому же Феодору, Увещание второе. Если бы можно было изложить письменно слезы и стенания, то я наполнил бы ими письмо и послал бы к тебе. Плачу я не о том, что ты заботишься об отцовских делах, но о том, что ты изглавил себя из списка братьев, что попрал завет со Христом. От этого я содрогаюсь, об этом сокрушаюсь, этого боюсь и трепещу, зная, что нарушение завета навлекает великое осуждение на записавшихся в доброе воинство и по собственной беспечности оставивших строй. Отсюда очевидно, что таким угрожает тяжкое наказание. Простолюдина никто никогда не станет обвинять за непринадлежность к войску, а кто раз стал воином, тот, если увлечен будет в бегстве и строя, подвергается крайней опасности. Зло не в том, любезный Феодор, чтобы сражаясь пасть, а в том, чтобы упавши, так и оставаться. Не то бедственно, что воюя быть раненым, но то, чтобы после поражения отчаиваться и не заботиться о ране. Никакой купец, подвергшись однажды кораблекрушению и потеряв груз, не оставляет мореплавания, но опять переплывает море и волны и обширные бездны и вновь приобретает прежнее богатство. И борцов мы видим увенчиваемыми после многократных падений. Так же и воин, много раз обращавшийся в бегство, наконец является героем и побеждает врагов. Даже многие, затрекшись от Христа по причине жестокости мучений, опять вступали в борьбу и отходили украшенными венцом мученичества. Но если бы каждый из них после первого удара предался отчаянию, то не получил бы последующих благ. Так теперь и ты, любезный Феодор, потому что враг немного поколебал тебя в твоем положении, не толкай сам себя в пропасть. Но стой добро и поспеши возвратиться туда, откуда отошел. И не считай позором этого кратковременного поражения. Ты не стал бы порицать воина, увидев его сраною, возвращающимся с войны. Ибо позорно бросать оружие, уклоняясь от неприятелей. Но доколе кто остается в сражении, то хотя бы он был поражен и несколько отступал. Никто не будет столь неблагоразумным и неопытен в воинском деле, чтобы обвинять его за это. Не быть ранеными, свойственно не сражающимся. Но тем, которые с сильным рвением устремляются на врагов, свойственно быть иногда поражаемыми и умертвить змея тотчас. Как это и случилось теперь с тобой. И ты, устремившись умертвить змея, тотчас был сам уязвлен им. Но ободрись. Небольшая нужна тебе бдительность. И не останется следа этой раны. Даже по благодати Божьей ты сокрушишь голову и самого лукавого. Пусть не смущает тебя и то, что ты приткнулся так скоро и в самом начале. Увидел? Скоро увидел лукавый доблесть души твоей. Из многого догадался, что вырастет из себя мужественный противник ему. А обнаруживший в самом начале столь великую и сильную ревность против него, такой человек, если устоит, то легко полагал он, а держит над ним победу. Поэтому он поспешил, пробудился, восстал с силой на тебя или лучше на свою голову, если ты захочешь стоять мужественно. Ибо кто не удивлялся твоей быстрой, искренней пылкой к добру перемене. Роскошные явства были презрены, драгоценные одежды отринуты, всякая пышность попрана, вся ревность о внешней мудрости быстро обращена на Слово Божие. Целые дни проводимы были в чтении, целые ночи в молитвах. Не воспоминалось отцовское достоинство, не приходило на ум богатство. Но касаться колен и преподать к ногам братьев, этот и считал выше всякого благородства. Вот что опечалило лукавого, вот что возбудило его к сильной борьбе. Впрочем, он нанес несмертельную рану. Если бы он не изверг тебя после долговременных и прерывных постов, земных поклонов и других подвигов, то и тогда не надлежало бы отчаиваться, хотя иной и назвал бы великим бествием поражения, совершившиеся после многих усилий и трудов, и побед. Но так как он поборол тебя, когда ты только лишь приготовился к борьбе с ним, то и успел в том только, что сделал тебя более ревностным к борьбе с ним. На тебя лишь только начавшего плавание, а не возвращавшегося с торговли и везшего полный груз, напал зверепый пират. И подобно тому, как устремившийся убить благородного льва, только оцарапав ему кожу, нисколько не вредит ему, а более раздражает его против себя и делает впредь более осторожным и трудноуловимым, так и общий всех враг, устремившись нанести глубокую рану, не достиг этого, а сделал тебя впредь более бдительным и осторожным. Природа человека переменчива, легко обольщается и легко освобождается от обольщения, скоро падает и еще скорее восстает. Так и тот блаженный муж, разумея Давида, избранного царя и пророка, уже сделав много доброго, не укрыл того, что он человек, но воспылал некогда похотью к чужой жене и на этом не остановился, но от похоти совершил прелюбодеяние, а от прелюбодеяния совершил убийство. Однако и получив две такие раны, он не причинил себе еще и третью, но тотчас притек ко врачу и употребил врачевство. Пост, слезы, плач, непрестанные молитвы, многократное исповедание греха. И через это так умилостивил Бога, что возвратил себе прежнее достоинство, так что после прелюбодеяния и убийства память отца могла прикрывать идолопоклонство сына. Ибо его сын Соломон, имя ему, был уловлен той же сетью, как и отец, и в угождение женам отступил от Бога отцов. Видишь, какое зло не воздерживаться от сладострастия, но извращать естественные преимущества и, будучи мужем, делаться рабом женщин. Этому самому Соломону, прежде праведному и мудрому, когда он был в опасности потерять за грех все царство, Бог за добродетели отца оставил во владение шестую часть государства. Так, если бы ты усердно занимался внешним красноречием и потом стал не родить о нем, то я убедил бы тебя возвратиться к этим занятиям, напомнив тебе о судилищах и ораторском седалище, о раздаваемых там в венцах и свободе речи. Но так как мы стремимся к небесному, а о земном у нас и речи нет, то я напомню тебе о другом судилище и седалище, страшном и ужасном, ибо всем нам надлежит предстать предсудилище Христова. Судьей же сядет тогда тот, кто теперь пренебрегается тобою. Что же скажем мы тогда, скажи мне? Чем будем оправдываться, если станем продолжать пренебрегать им? Что же мы скажем? Укажем ли на заботу о делах? Но он наперед сказал, какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? На то ли, что мы обольщены другими? Но и Адаму не послужило в оправдание то, что он сослался на жену и сказал, жена, которую ты дал мне, та меня обольстила. Равно как и жене, змей. Страшно, любезный Феодор, это судилище, не нуждающиеся в обречителях, не ожидающие свидетелей, ибо все нага и объявлено перед этим судьею. И придется дать отчет не только в делах, но и в помышлениях, ибо этот судья судит помышления и намерения сердечные. Но, может быть, ты укажешь на немощь природы и невозможность понести иго. Но что это за оправдание? Не иметь силы взять на себя иго благое, не быть в состоянии понести бремя легкое. Разве тяжкое и трудное дело отдыхать от трудов? А к этому всему и призывает нас Господь, когда говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». «Что легче, скажи мне, как быть свободным от ежедневных забот и дел, страхов и трудов, стоять вдали от волн житейских и пребывать в тихой пристани?» 39. «Что в мире представляется тебе всего блажения и вожделения? Конечно, скажешь ты, власть, богатство, слава у людей. Но что жалче этого, если сравнить с свободой и христиан? Властитель находится в зависимости от ярости народной и бессмысленных прихотей толпы, также страха со стороны сильнейших властителей и забот о подчиненных. Притом, вчера он властитель, а сегодня простолюдин. Так как настоящая жизнь нисколько не отличается от сцены. Как здесь один исполняет роль царя, другой – полководца, иной – воина, а по наступлению вечера и царь не царь, и властитель не властитель, и полководец не полководец. Так и в тот день, не по лицу, а по делам каждый получит достойное воздаяние. Но разве драгоценна слава, которая пропадает, как цвет травный? Так же и богатство, которого владельцы называются жалкими. Ибо горе, говорит Господь богатым, еще, горе надеющимся на силу свою и на множество богатства своего хвалящимся. Христианин никогда не делается ни из начальника простолюдином, ни из богатого бедным, ни из славного бесславным. Напротив, он богат, когда беден, и высок, когда старается быть смиренным, и власти, которые имеет он, не над людьми, но над князями подвластными, миродержителем тьмы, никто отнять у него не может. Законное дело брак, согласен на это и я. Ибо сказано, честна женихба, и ложа непорочна, а блудников и прелюбодеев судит бог. Но тебе уже невозможно соблюсти законность брака, потому что кто, сочетавшись с небесным женихом, оставляет его и сочетовается с женою, тот совершает прелюбодеяние. Хотя бы тысячу раз ты называл это браком. А вернее, сказать это хуже и прелюбодеяние настолько, насколько бог превосходнее людей. Никто пусть не обольщает тебя словами, жениться не запретил бог. Знаю это и я. Жениться не запретил, но запретил прелюбодействовать, что намеревался ты сделать, чего да не будет, чтобы, то есть, вступил когда-нибудь в брак. Что ты удивляешься, если брак осуждается, как прелюбодеяние, когда через него отвергается бог? Убийство бывает оправдываемо и человеколюбие осуждаемо хуже убийства, когда первое совершается по воле Божией, а второе вопреки ее. Именно Синиесу изменилось в правду то, что он пронзил жену-блудницу вместе с блудником. А Саула, святый Божий Самуил, несмотря на то, что целые ночи плакал, сетовал и молился, не мог избавить от осуждения, которое бог произнес на него за то, что он против воли Божией пощадил иноплеменного царя, которого надлежало умертвить. Если же в человеколюбии осуждено было убийство, более убийство за прислушание Бога, то что удивительного, если брак осуждается более прелюбодеяние за отвержение Христа? Посему, как я сказал выше, если бы ты был простолюдином, никто не обвинял бы тебя за непринадлежность к войску. А теперь ты уже не господин сам по себе. Сделавшись воином такого царя, если жена не властна в своем теле, но муж, тем более живущие во Христе не могут быть властны в теле своем. Тот, кто пренебрежен ныне, сам будет и судить тогда. О нем помышляй постоянно, равно и о реке огненной, ибо река огненная, говорит пророк стечет перед ним. А кто им предан огню, тому не дождаться конца казни. Непристойное удовольствие этой жизни нисколько не отличается от теней и сновидений, ибо прежде чем окончится греховное дело, удовольствие исчезает, а наказания за него не имеют конца. Сладость кратковременна, а горесть вечно. Что, скажи мне, постоянного в здешнем мире? Богатство ли, которое часто не остается и до вечера? Слава ли? Но послушай, что говорит один праведник. Житие мое есть, легче скоротечься. Иов 9.25 Как скороходы, не успев встать, уже уходят далее, так и слава не успеет прийти, как уже улетает. Нет ничего драгоценнее души. Это небезызвестные тем, которые дошли до крайнего безумия. Душе ничто неравноценно, сказал поэтически некто из внешних. Знай, что ты стал гораздо слабее для борьбы с лукавым. Знай, что ты стоишь среди пламени удовольствий. Но если скажешь врагу, удовольствия твоим не служим, и корни всех зол твоих не кланяемся. Если возведешь очи горе, то спаситель и ныне поборет пламень, и вернувших тебя в огонь сожжет, а тебе среди пещи пошлет облако и росу, и дух шумящий. Данила, три пятьдесят. Так что огонь не коснется ни помыслов твоих, ни совести, только ты сам не сожигай себя. Так часто случалось, что укрепленных городов не могли разрушить оружие и машины внешних неприятелей, а измена одного или двоих из живущих в них граждан без труда предавала их врагам. И теперь, если никакой из внутренних помыслов не предаст тебя, то хотя бы лукавый предвинул извне тысячу машин предвинет напрасно. У тебя по благодати Божией имеется много великих мужей, которые соболезнуют тебе, возбуждают тебя, трепещут за твою душу. Это святой Божий Валерий, по всему брат его Флорентий, мудрый христовой мудростью Порфирий и многие другие. Они ежедневно сетуют и непрестанно молятся, и давно получили бы то, о чем молятся, если бы ты захотел хотя немного освободиться из рук врага. Как же не странно, что другие доселе не отчаялись в своем спасении, но непрестанно молятся о возвращении своего члена. А ты, однажды упав, не хочешь встать, но лежишь, только что не взывая ко врагу «Разиль, бей, не щади!» «Разве падающий не восстает?» говорит пророчество Божие. «А ты противишься этому и прикословишь, ибо падшему отчаяться значит не иное, что говорит, как падающий не восстает. Нет, прошу тебя, не делай себе столько зла, не повергай нас в такую скорбь. Не говори о твоем настоящем, когда тебе нет еще и двадцати лет, но если бы ты много сделал, даже всю жизнь прожил во Христе и в крайней старости, потерпел такое несчастье, то и тогда было бы нехорошо отчаиваться, но надлежало бы иметь в уме разбойника, оправданного на кресте, а также начавших трудиться в одиннадцатом часу и получивших плату за целый день. Но как нехорошо падшим в конце жизни отчаиваться, если они будут благоразумны, так небезопасно и питать себя надеждой и говорить, теперь пока буду наслаждаться удовольствиями жизни, а после, потрудившись недолго, получу награду за все время. Я помню, что ты сам, когда многие советовали тебе ходить в музеи, часто говоривал, а что если я в скором времени худо окончу жизни? Как приду к сказавшему, немедленно обратиться к Господу и не отлагай день на день. Вспомни эту мысль и побойся вора. Так Христос называет наш исход отсюда, потому что Он постигает без нашего ведома. Представь себе житейские заботы, частные и общественные, страхи перед начальниками, зависть граждан, многократно угрожающую крайнюю опасность, труды, бедствия, раболепное ласкательство, неприличное даже честным невольникам, плоды трудов, погибающие еще здесь. Что может быть бедственнее этого? А многим не удалось и вкусить плода трудов своих, но проведший первый возраст в трудах и опасностях, они в то время, когда уже надеялись получить награду, отошли, ничего не имея при себе. Если даже иноземного царя едва ли кто и по перенесению многих опасностей и по окончании многих войн будет вздирать с дерзновением, то как может небесного царя увидеть тот, кто все время жил и воинствовал для другого? 42. Хочешь ли, я изображу и домашние заботы о жене, о детях, о слугах. Худо взять бедную жену, худо и богатую. Первое вредит имуществу, а последнее власти и свободе мужа. Прискорбно иметь детей, а еще прискорбнее не иметь. Если последнее, то напрасно было жениться, а если первое, то подвергнешься горькой неволе. Заболело дитя, страх немалый, умерло преждевременно, плач неутешный, и во всяком возрасте о них различные заботы и страхи и многие труды. Нужно ли говорить о неисправности слуг? Что же это за жизнь, Феодор? Настолько делиться одной душе, столь многим служить, для столь многих жить, а для себя никогда. У нас ведь нет ничего такого, любезный, и в этом призываю свидетелей тебя самого. Уже в то краткое время, в которое ты захотел выплыть из волн житейского моря, зная, с какой ты наслаждался радостью и весельем. Никто не свободен, кроме того, кто живет для Христа. Он стоит выше всех бедствий, если он сам не захочет сделать себе зла, то другой никогда не будет в состоянии сделать ему это. Он не приступен, не терзается от потери имения, потому что знает, что мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не сможем и вынести из него. Не уловляется чистолюбием или славолюбием, так как знаем, что наше жительство на небесах, порицающий его, не причиняет ему скорби, и бьющий не приводит в раздражение. Одно у христианина несчастье – оскорбить Бога. А прочее, как то потеря имущества, лишение отечества, самую крайнюю опасность, он и не считает за детствие. Даже то самое, чего все страшатся, переход отсюда туда, для него приятнее жизни. Как если бы кто, взойдя на высокую скалу, смотрел на море и на плывущих по нему, из которых одни обливаются волнами, другие ударяются о подводные камни, иные, стремясь в одну сторону напором ветра, как узники, увлекаются в другую. Многие уже погрузились в воду, и вместо корабля и руля владеют только своими руками. Многие несутся на одной доске или на каком-нибудь обломке корабля, а иные плывут уже мертвые, представляя многообразные многоразличные бедствия. Так и воинствующий для Христа, удалившись от бури и волн житейских, восседает на безопасном и высоком месте. Что может быть безопаснее и выше, как иметь одну лишь заботу о том, чтобы угождать Богу? Видишь ли, Феодор, кораблекрушение, плавающие по этому морю? По всему умоляю, убегай от бездны, убегай от волн и займи высокое место, откуда невозможно быть увлечену. Будет воскресенье, будет суд. Страшное судилище ожидает нас по отшествию отсюда, ибо всем нам надлежит предстать предсудилищем Христовым. Ненапрасно угрожает гиенную, не тщетно уготовано столько благ. Тень и даже ничтожные тени и житейские дела, сопряженные со многими страхами, со многими опасностями, с крайним рабством. Не губи же и того, и этого века, когда возможно, если захочешь, с пользой проводить тот и другой. А что живущее во Христе получает пользу и от этого века, это утверждает Павел, когда говорит, что я вас сижу и еще сие же на пользу вам говорю. А мне вас жаль. Видишь ли, что заботящийся о Господе и здесь выше женившегося. Для отшедшего туда невозможно покаяться. Никакой ротоборец по выходе из ресталища и по закрытии зрелища не может продолжать борьбу. Об этом непрестанно помышляй и сокруши острый меч Лукао, о котором он умерщвляет многих. А этот меч есть отчаяние, которое у пораженных отсекает надежду. Крепко это оружие врага, и плененных он удерживает не иначе, как связав этими узами, которые мы, если захочем, скоро можем разорвать благодатью Божию. Зная, что я приступил меру письма, но прости, я взял это не произвольно, а вынужденной любовью и скорбью, по которой я и принудил себя написать это письмо, тогда как многие удерживали. Перестань трудиться, напрасно и сеять на камне, говорили мне многие. Но я никогда не послушал, есть надежда, говорил я сам себе, что письмо, если угодно Богу, произведет какое-нибудь действие. Если же случится противное нашему желанию, мы, по крайней мере, получим себе ту пользу, что нельзя будет винить нас в молчании, и что мы не будем хуже мореплавателей, которые, когда уверен, что люди одного с ними занятия по разбитии корабля ветрами и волнами несутся на доске, спустив паруса, бросив якори и водя в малую ладью, стараются спасти людей им незнакомых и только поэтому несчастье, сделающихся знакомыми. Но если бы эти последние не захотели спастись, то никто не стал бы винить в их погибели тех, которые старались спасти их. Это с нашей стороны. Но мы веруем, что должное и от тебя последует по благодати Божией. И мы опять увидим тебя доблестным в пасте Христовой. О, если бы нам молитвами святых скорее принять тебя, любезная глава, здравствующим истинным здравием. Если у тебя есть какое-нибудь внимание к нам, если ты не совсем изгнал нас из своей памяти, удостой отписать к нам. Этим ты весьма обрадуешь нас.